Добрый день! Этим видео мы завершаем обзор кубических гололомок из магнитной серии Мейлон компании Мою. Останется только пирамидка, но она, как известно, не кубическая. Сегодня будет 5 на 5. Это, естественно, 5 не магнитная версия, магнитная внутри. Коробочка такая же, как у всех кубических. Здесь ничего нового. И комплектация та же самая. Кубик. Он плотнее всех сидит в коробке. Также здесь есть подставочка. И вот в этом боксе для аксессуаров должна быть отвертка, инструкция и две карточки. Карточки инструкции и отвертка. Все вот это убираем обратно. А отвертку с подставкой в копилку. Если все предыдущие кубические гололомки 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4 претерпевали одни и те же изменения, то есть сохранялся размер, слегка менялся цвет и чуть плотнее, либо непрозрачнее становился пластик, но и появлялись магниты, то у 5 на 5 здесь ситуация несколько другая. Давайте возьмем магнитные кубы и сравним ее с обычной пятеркой. Смотрите, какой размер. Насколько больше Mi Long, чем вот этот кубик. Кто-то узнал этот куб? Это Шэнк Шоу Линг Лонг. Достаточно старый кубик, компактного размера, который предполагался как какой-то карманный вариант. Но вот я сколько его не крутил, как-то не оценил его способности к вращению. Так он и остался у меня стоять на полочке. Несколько раз я его брал, пробовал тестировать. И видите, что он меньше, чем Mi Long. К чему бы это? К тому, что вот этот кубик 57 мм, а Mi Long 60 мм. Mi Long магнитный. А если мы возьмем Mi Long обычный, не магнитный, он 62 мм. На моей памяти это первая пятерка размером 60 мм. Если мы возьмем те же пятерки МС, да даже Ау Чанг, то они все крупнее, чем Mi Long. МС получается как обычный Mi Long. Да, чуть побольше, он 63 мм. Ну, Ау Чанг, кажется, 62 мм. 62 мм для пятерки это вполне удобно. Ау Чанг неплохой куб. 60 мм это интересно. И это, наверное, главная фишка кубика Mi Long 5х5 магнитного. Также напомню, что вот цвета стали чуть потемнее, из-за чего здесь меньше все просвечивается и стало немного поярче. Пластик такой же матовый, со временем он становится более глянцевым. Кубик, как и все остальные Mi Long из коробки затянут. В процессе сборок постепенно он сам по себе ослабляется. То есть, если трешку, двушку, четверку я ослаблял именно в винты, то пятерку не стал. Возможно, не так много крутил, возможно, меня устроило. Но да, слегка лакапит. В нем есть вот эта вот строгость вращений, что, наверное, будет очень хорошо для начинающих. То есть, не ошибутся, не разъедется. Ни разу не возникло у меня каких-то диких лакапов. Все произошло хорошо. 50-100 сборок, наверное, больше 100 сборок я на нем открутил. И комфортно. Я не скажу, что это самый лучший кубик 5х5. Кубик MS вполне неплохой. Он крупнее, конечно, но и можно крутить. Если брать MS 4х4, то им крутить неудобно по сравнению с остальными современными четверками. Для четверок 59-60 это уже оптимальный размер. Для пятерки, по-моему, уже больше, чем 62 делать не нужно. 62, но 63 еще терпимо. Неплохая пятерка. Можно вращать. Это интересно своим размером. Если у Линглонга этот размер не подкрепился хорошим вращением, то у Милонга вращение вполне удовлетворительное. Видео по 4х4 я показывал в Сиамский куб из четверок. Возможно, дело дойдет до того, что я сделаю из пятерок. Посмотрим. Сначала поэкспериментирую на немагнитных, которых у меня еще осталось. Некоторые дефектные есть. Давайте соберем. Кубик не особо шумный, но звук есть. Собирать ему комфортно и даже приятно. Так, собираем какой-то белый цвет для начала. Так, первый центр готов. Собираем дальше. Каких-то трудностей в сборке здесь быть не должно. В процессе матовый пластик становится более глянцевым. Это закономерно на всех матовых кубах. Но не на всех. Варьер, по-моему, такой способностью не так сильно обладает. Ну вот ганы и милонги такую особенность имеют. Так, собираем синий. Давайте дальше. Соберем оранжевый. Так, что-то я не то сделал. Ну да ладно. Каких-то серьезных заеданий здесь тоже нет. Несмотря на то, что он достаточно крепко затянут сейчас. Вот такое вот положение пружин. Первое ребро. Так, зелено-красное. Здесь. Магниты вот на крайних слоях кажутся немножко слабоваты. Но, возможно, для пятерки это так и надо. Если вспоминать Юксин Литл Мэджик, то на нем меня это раздражало. Я даже не стал их сейчас доставать, поскольку не рекомендую этот куб. Хотя ничего в нем плохого нет. В милонге, да, также слабоваты магниты. Но собирать комфортно. Видимо, такая особенность из-за того, что он сам по себе небольшой. Сам достаточно легкий. И этим все объясняется. Ну, возможно, просто мне понравился формат этого кубика. Что тоже вполне вероятно. Так. Тем временем нам остается собрать еще одно ребро из восьми. И переходим на средний слой. Так. Соберем. Что у нас остается? А. К сожалению, надо было флипнуть сначала. Ну, обошлось без сложных ситуаций на ребрах. На пятерках паритетов, естественно, нет. Так. На этапе 3х3 комфортно, но здесь вот из-за того, что он достаточно затянут, лакапы ощущаются сильнее. Если вы хотите не очень дорогой магнитный куб 5х5, не самый бюджетный, но по доступной цене, лучше взять, конечно, MGC. Мне MGC нравится даже больше, чем Au Chang. Но Au Chang все еще тестируется. Я не знаю, когда вы увидите это видео. Возможно, я уже выпущу видео и про Au Chang. Вот он. Но на данный момент Au Chang выглядит слабее, чем MGC. А Ми Лунг неплохая пятерка. Недорогая. Компактная. Достойная. Есть, конечно, кубик Ю Chang V2M, который все очень хвалят. И зная куб 4х4 ЮСУ 2М, да и всю остальную линейку YJ, я склонен верить, что кубик тоже конкурентно способен. Но он как-то далеко не везде продается. Ну а специально его покупать я не стал. Топовых кубиков тоже достаточно. Но Ми Лунг интересная серия, доступная. Если их покупать все набором, то, наверное, да, оно превосходит серию МС. Хотя в серии МС отличная двушка топового уровня. Здесь 2х2 Ми Лунг уступает. Но остается еще пирамидка. И пока пирамидка от МС кажется интереснее. Но посмотрим, как пройдет тестирование пирамидка Ми Лунг магнитная. Обо всем этом также, конечно, расскажу, когда как получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok